Всем привет! Сегодня я хочу вас познакомить с творчеством интересного художника Джузеппе Арчимбольдо. Это итальянский художник-декоратор и считается одним из самых ярких представителей маниеризма. Детство и молодость провел в Милане. Отец его был тоже художник, который занимался оформлением Миланского собора. Ну и конечно соборных мастерских. Джузеппе вместе с отцом учился живописи, готовил картоны для витражей, ну и так далее. Совершенствовался. Сам Джузеппе в 1562 году был приглашен ко двору императора Священной Римской империи. Служил Габсбургом на протяжении 26 лет. Сначала в Вене, затем в Праге. Заработал немалые деньги. Вернулся в Милан, но продолжал выполнять заказы императора Рутольфа II, который очень его ценил за его необычные портреты. Прославился он благодаря своим метаморфозным проектам, на которых лица людей составлены из фруктов, овощей и цветов. Некоторые портреты можно смотреть с двух сторон, как бы переворачивая и сначала получая корзину с фруктами. А перевернув эту картину, вы увидите портрет человека. Так вот, портреты составлены из фруктов, овощей и цветов. Такая мозаика составлялась и из других предметов. К примеру, его картина «Библиотекарь» составлена из книг и считается предтечей кубизма. Одни из известных картин Арчембольда. Это серия четыре сезона, четыре элемента. Портрет императора Рудольфа II в образе Вертума. Вертум это был богом времен года, земных плодов и природного изобилия. Да, действительно, Джузеппе Арчембольда очень любил природу. Говорят, что когда он жил в Праге, ранним утром приходил на рынок и скупал свежие цветы и фрукты, и овощи, чтобы получить как можно больше материала для своих работ. Да, вот еще надо отметить, что еще большую славу при дворе он снискал благодаря своей неуемной фантазии в организации императорских праздников, карнавалов, турниров и получил титул мастера празднеств. Создавал роскошные декорации, эскизы, костюмов, фантазийные маски. Естественно, это очень нравилось двору. После смерти Арчембольда забыли, вернули к жизни сюрреалисты, которые стали использовать его композиции в качестве одного из главных источников вдохновения. Кстати, Сальвадор Дали назвал Арчембольда предтечи сюрреализма. А как я говорил, картина библиотекар считается триумфом абстрактного искусства XVI века. Иногда художника сравнил с Леонардо да Винчи, поскольку он тоже испытывал немало интерес к краснообразной технике. Кстати, он создал музыкальный инструмент под названием цифровой плавесин, мелодии для которого записывались на бумаге с помощью цветовых пятен. Но очень разнообразный такой был, а точнее разносторонний человек. Посмотрите его картины. По некоторым данным, кстати, у художников был конфликт с местным аббатом в Милане. Из-за диптифа Адама и Ева церковник объявил портреты, составленные из тел младенцев, ересью. А когда Арчимбуль сообщил, собирается написать метаморфозный портрет Христа, который состоит из всего сущего на земле, аббатой вовсе пригрозил ему отлучением от церкви. Ну вот все, что я смог в этот короткий период времени воспроизвести. Посмотрите на картины. Интересный художник. Наверное, все-таки это новатор. А мне кажется, что он, может, он просто смеялся, когда писал эти картины. Ему сама было приятно. Знаете, бывает, вот когда рисуешь, вот ты рисуешь, и просто тебе приятно, и все. Ну все, вот все, что я хотел рассказать про Джузеппе Арчимбульде, показать его картины. Все, всем пока, всем привет. До свидания. Узнали о Джузеппе Арчимбульде. Ну и я узнал, конечно. Пока-пока, до свидания.